А в Алматы родители детей, которые посещают спортивные секции в халык-арена, выступают против размещения там госпиталя для больных коронавирусом. Они жалуются на то, что из-за режима ЧП их дети и так много пропустили, а ведь им нужно готовиться к международному соревнованию. На льду тренируются члены национальной сборной страны по фигурному катанию. Они готовятся к международному соревнованию, которое пройдет в августе в Словении. Но планы может нарушить решение властей о превращении спорткомплекса в госпиталь. Как можно трогать вот такие объекты? Вы понимаете, вот здесь посмотрите, как это потом дезинфицировать. Этот объект потом просто-напросто умрет. Все. Никакими, извините, пряниками мы детей сюда не заведем. Халык-арена детям! Снаружи своих детей ждут родители. Они приезжают сюда из разных концов города и даже из Алматинской области. Уверяют, что Халык-арена – единственное место, где могут тренироваться будущие чемпионы. Учитывая то, что мы недавно вышли из карантина, наши дети и так потеряли форму. Учитывая близость жилых застроек к этим районам, это еще более бездумное решение. У нас в Алмате очень много отелей. Риксос, Табрахат-Палас, чего только нет. Куча разных отелей. Хаят. Они все пустуют сейчас, потому что нет туристов. Инфраструктура у них готовая полностью. Там есть одноместные номера, двухместные номера, есть ванна, туалеты, есть кухня. То есть там есть все, что нужно для госпиталя. Внутри Халык-арена ремонтные работы еще не начались. Спортивные секции продолжают функционировать. Но людей сегодня не так много, как обычно. Услышав новость об открытии госпиталя, некоторые родители испугались и не привели детей на занятия. Правда, на территории Халык-арена уже установили вот такие палатки для приема ПЦР-тестов. Желающих здесь начнут принимать с понедельника. Мобильные центры тестирования перевезут сюда с Нурлотау, где оставили прием только для юрлиц. Анализы можно будет сдать, не выходя из машины. Люди боятся той ситуации, что даже после госпиталя, когда откроется здание, что они не смогут сюда прийти. Но в данный момент еще ничего не случилось, а его уже как проклятым принимают, что его хотят обходить стороной. Руководитель управления спорта от интервью на камеру отказался. Чиновник ждет результатов теста на коронавирус и находится на самоизоляции. Но глава ведомства заверил, что тренеров без работы, а детей без занятий не оставят и предложат альтернативу. У нас есть баллон-шалак, но горожане же должны с пониманием к этому относиться. Если обстановка будет ухудшаться, мы вообще все спортивные секции закроем. Точных сроков, когда Ледовый дворец задействует под госпиталь, чиновник не назвал, отметив, что вопрос еще решается.